Народ, доброе утро. Я вот только недавно проснулась, ну как, заметно, да, и не могу не поделиться с тем, что со мной произошло сегодня, вот, буквально некоторое время назад. В общем, на марафоне в одном из диалогов Нелли с девушкой, я уже не помню, Нелли сказала о том, что все реальности сосуществуют вместе, и, ну, то есть это теория квантовая, что все реальности сосуществуют вместе. Но торкнула меня следующая фраза, что та реальность, в которой мы сейчас находимся, это, ну, самая лучшая, самая правильная реальность для нас, потому что в остальных реальностях тупики. Вот везде там, куда вы так хотите, куда вы так стремитесь, там везде тупик. Там нет развития, или там все настолько хорошо, да, что там куча бабла, и зачем там развиваться, и зачем развивать свою душу, и давать ей чувства. Ну, в общем, короче, ну, такая ерунда. В общем, я сегодня с этим столкнулась просто вот так. Короче, просыпаюсь сегодня утром, нужно везти сына в садик. А я не могу. Вот опять же, да, иди за импульсом, иди за импульсом, и будет тебе счастье. А его надо было сегодня повезти в сад, ну, надо было повезти в сад. А я не могу и не хочу. Ну, я не могу оторваться от кровати, просто у меня ощущение, что вот все, у меня прилип, я прилип к кровати. И вот я лежу вот с этим состоянием, что нельзя засыпать, что я сейчас еще немножечко полежу и поднимусь. Ну, нельзя засыпать. И состояние, что я очень сильно хочу спать. И то есть получается вот это пограничное состояние, когда и не спишь, и спишь, то есть такой полудрем. Я больше чем уверена, что у каждого из вас было вот это состояние полудрема. И в этом состоянии полудрема происходили некие чудеса. Да, то есть кто-то кого-то видел, кто-то кого-то чувствовал, ну, или что-то дико реальное происходило. Сто процентов у каждого, вспоминайте, такое было. Вот. И я, в общем, попадаю вот в это нечто, вот в эту прослойку между сном и бодрствованием, вот в эту вот самую интересную. В общем, попадаю я во родительскую квартиру, там, где я жила, выросла. Там всё не так, ну, то есть, ну, как-то всё по-другому обставлено. И я понимаю, что сейчас, ну, не сон. Я ощущаю себя, вот я, я есть, я здесь. Я ощущаю себя, но как будто я себя ощущаю в другом теле. Попадаю я в родительскую квартиру, собираю вещи, не могу найти свои вещи, потому что там всё не так, не так, как я привыкла. Как-то всё по-другому стоит. Вот. Собираю вещи, чтобы переехать. У меня в этой реальности здесь, блядь, я, наверное, сейчас так и буду рассказывать. В этой реальности, в которой я сейчас на данный момент, у меня два брата. Один средний, он как бы по отцу родной, а один младший, он от отчима. И вот так случилось, что мама, когда вышла второй раз замуж за отчима, она среднего брата, моего родного, отдала бабушке. Он с бабушкой жил всё это время. Ну, то есть, ну, до сих пор он там в Липецке живёт. А с младшим братом я, ну, вот прожила, ну, вот до своих 20 лет, ну, пока у мамы жила. В общем, в той реальности, в которую я попала, у меня младшего брата нет. У меня есть мама, она без отчима, в той квартире, в которой, ну, жила, я, живёт и она. Но брат живёт, получается, с нами, младшего брата вообще нет, отчима вообще никогда не было. То есть, я это осознаю. Я собираю, получается, вот эти все вещи, переезжаю в какую-то огромную квартиру, огромный лофт. Она, ну, нереально огромная. То есть, студия, просто студия. Ну, то есть, это всё настолько быстро происходит, как будто это воспоминания. Как будто это вот у меня собираются воспоминания, и я из всех этих воспоминаний, ну, вот, попадаю в один день. В общем, вот этот лофт, квартира, огромная какая-то студия, нереальная. У меня, что называется в этой квартире, дверь не закрывается. Ну, в том плане, что у меня постоянно какие-то люди, у меня ко мне постоянно кто-то приходит. То есть, я какая-то вся из себя такая творческая, какая-то такая прям вот, что у меня постоянная движуха, у меня вот так вот куча народу вокруг. Вот, и я же говорю, я попадаю в один день. И, блин, стою я вот, получается, посреди этой студии и охреневаю. Типа, блин, как у меня здесь всё круто. Я иду к окнам, у меня около окон стоят какие-то огромные цветы, вот именно комнатные растения, а-ля гибискус, как её, монстера такие с большими листьями, они у меня около окон стоят. Я как-то мимо них прохожу, подхожу, панорамные окна, господи, это мечта моя, вот в этой реальности, это моя мечта, панорамные окна. Я подхожу такая прям, а-а-а, окна, помыть бы их, а там всё настолько ярко, то есть, это реально, это не сон, это вот реальность, вот это реальность. Я смотрю через окно, я вижу какие-то деревья, какая-то яркость, я такая, блин, как круто. У меня в этот момент, в моей вот квартире, в студии сидят, ну, народ, куча народа, и я понимаю, что они вот, ну, пришли-ушли, ну, то есть, они меня знают, я их знаю, вы вроде как близки, но... Что за люди? Я вот могу вспомнить только одно лицо. Сейчас расскажу. И то, и то вот так. Типа, Лиз, ты чего? Что с тобой? А я понимаю, что я, это я, но в другой реальности. Ну, то есть, тело моё же в другой реальности, а мозги вот из этой реальности, вот из этой. И я такая, типа, да ничего, нормально всё, хорошо? Вот, и начинаю ходить по этой квартире, смотреть, а там всё настолько круто сделано, настолько как-то стильно, что, блядь, я бы вот так сделала, я вот этого всегда хотела. Вот так вот я всегда, вот здесь, вот так я хочу. Иду, короче, захожу в спальню, то есть, как бы, гостиная большая, я захожу в спальню, там какие-то шкафы, а-ля... Собок, то есть, сервант с какими-то рюмочками, какие-то шкафы, такие а-ля совковые. Рядом стоит какая-то новая кованая кровать, то есть, всё настолько стильно. И я такая, типа, блядь, ну я бы точно вот так вот сделала, но это же круто, это охренеть. Просто я в шоке. Заходит молодой человек, друг мой, ко мне в эту спальню, заходит и говорит, Лиз, что с тобой сегодня? Ты что такая какая-то, ну... А я не могу ему сказать, что я, я, это не я. Ну, как бы я, но из другой реальности, ну... Я такая, типа, да нормально, всё, всё хорошо. Ну, то есть, всё круто. Чё-то надеваю какие-то вещи, ну, не мои. Я бы такое не надела, в принципе. Надеваю, он такой, ну, слава богу, сейчас на себя что-то хоть похоже стало. Ты что вообще? Вот. Подвожу итог. Прикол в том, что, то есть, попав в то тело, я взяла те воспоминания, которые у меня там. Я вспоминаю, что моего брата убили. Он заступился за какую-то девушку. То есть, я это видела, это даже как-то на моих глазах произошло. Он заступился за какую-то девушку, его пырнули ножом. То есть, это как воспоминание мне пришло. В той реальности у меня нет сына. У меня там мама живёт одна, да, без мужика, ну, тоже без отца и без отчима. В той реальности я настолько вот какая-то, знаете, вся вот реализованная такая вся. Я же говорю, у меня куча народу. Но когда этот народ уходит, я остаюсь одна в этом огромном лофте и... Блядь, то есть, ну, никого нет. Ну, нет никого. Я просыпаюсь? Получается, я просыпаюсь, я вот в эту реальности возвращаюсь. У меня первая мысль. Ебать, где эта квартира? А потом такая, так, тихо. У меня там никого нет. Ни-ко-го. Брата убили, сына нет, близких нет. Я вся, я же говорю, вся в реализации, такая вся, типа. У меня такая видимость, что у меня круто. Вот, на самом деле, там, там нихуя не круто. Ни-ху-я. Хорошо, говорят, там, где нас нет, да? Это не особо там хорошо. Вообще. Спасибо. Спасибо. Спасибо.